Всем привет! С вами Константин и вы на канале крупнейшей сервисной сети Pedant, где мы рассказываем все о ремонте и обслуживании ваших любимых гаджетов. Лето в самом разгаре, и высокие температуры могут негативно сказаться на работе вашего смартфона. Сегодня мы расскажем, как уберечь ваш телефон от перегрева и избежать проблем. Погнали! Перегрев смартфона может повредить его батарею и материнскую плату. Оптимальной температурой для батареи в среднем считается около 40 градусов, а температура процессора на материнской плате может достигать 65-70 градусов. При показателях выше этого значения процесс деградации аккумулятора ускоряется в разы. Чтобы узнать температуру компонентов вашего смартфона, вы можете скачать приложение AIDA64 и в главном меню выбрать пункт «Температура». Обратите внимание на пункт DDR для оперативной памяти и Battery для батареи. Данное приложение бесплатно показывает эти значения только на Android. Для iOS эти пункты попросту недоступны. Ну а теперь несколько основных ошибок при использовании смартфона летом. Первая и самая главная ошибка – оставлять телефон под прямыми солнечными лучами. Основная причина – сильный нагрев. В разгар дня под солнцем смартфоны нагреваются до 50-60 градусов. Это может привести к повреждению внутренних компонентов, расслоению экрана и значительному снижению производительности устройства. Старайтесь не класть телефон на подоконник. Если вы на активном отдыхе, убирайте его поглубже в сумку или накрывайте полотенцем. Кстати, поделитесь в комментариях, был ли у вас дефект от перегрева смартфона и какой. Вторая ошибка – забывать смартфон в машине. Даже если автомобиль припаркован в тени, внутри него отсутствует циркуляция воздуха, из-за чего находящиеся там предметы очень быстро нагреваются. А под воздействием прямых солнечных лучей салон автомобиля становится похож на сауну. Чрезмерный нагрев может негативно сказаться на всех компонентах устройства без исключения. Поэтому не пользуйтесь автомобильным держателем на лобовом стекле или панели автомобиля, иначе это сократит время службы вашего телефона. Лучше приобретите держатель на воздуховод кондиционера, тогда в теплые жаркие дни ваш смартфон вас не подведет. Третья ошибка – использовать аксессуары. Чехол также может стать причиной перегрева устройства, поэтому вместо чехла мы рекомендуем воспользоваться услугой бронирования гидрогелевым покрытием. Следующая ошибка – неправильная зарядка смартфона. Современные смартфоны с аккумуляторами большой емкости поддерживают технологию беспроводной зарядки, которая позволяет не тратить время на подключение к розетке. Однако такое использование может привести к нагреву батареи. Чтобы защитить внутренние компоненты смартфона, рекомендуем вам приобрести кулер для телефона с зарядкой. Пятая ошибка – использовать активно функции, которые потребляют много энергии. В жаркую погоду мы рекомендуем уменьшать яркость экрана и по возможности использовать Wi-Fi, так как он более энергоэффективен, нежели мобильная связь. Также не стоит играть в игры с высокой графикой и снимать долгосрочное видео. Все это сильно нагревает устройство. Постарайтесь включать режим энергосбережения. Он будет снижать нагрузку на процессор и батарею. Откройте настройки. Перейдите в раздел «Батарея» или «Аккумулятор», если у вас iPhone. Включите экономию заряда. Ну а если есть возможность, то используйте старый смартфон для активного отдыха. Для походов на пляж или других мероприятий возьмите устройство, которое вам не будет жалко. А что делать, если ваш смартфон уже нагрелся? Как правильно его охлаждать? При высокой температуре важно обеспечить относительную прохладу внутренним компонентом смартфона. Иначе гаджет может выйти из строя. Самый простой совет – меньше пользуйтесь телефоном. Можно включить режим в самолете или отключить смартфон на время. Но, пожалуйста, не кладите телефон в холодильник ни в коем случае. Иначе в нем образуется конденсат, что в дальнейшем приведет вас к ремонту вашего устройства. Вот и все советы на это лето. Надеемся, эти рекомендации помогут вам избежать проблем и сохранить ваше устройство в отличном состоянии. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, если вам понравился наш выпуск. С вами был Константин и крупнейшая сервисная сеть России «Педант». До встречи в новых видео. Всем спасибо. Всем пока.